друзья всем привет привет вот настал наш черед поздравить вас с новым годом и чего там все желают счастья здоровья в общем и так далее пожелать вам всего этого ну это скорее всего заключительное видео в этом году больше мы вряд ли что-то успеем снять и пока азиатская часть наверное мира уже живет будущем да мы все-таки больше пока привыкли к украинскому раскладу поэтому мы еще успеваем все хотелось бы рассказать такого что у нас произошло за последнее время ну и вообще подытожить и подвести так сказать черту под 2018 годом и поделиться этим с вами знаете вы что самое главное событие которое у нас произошло и то событие которым мы ни разу не единой секунды вообще не подумали не усомнились не пожалели и благодаря этому мы сейчас вот этим бедосей которому лет 60 сидим в остинском дворе домика и записываем это видео 18 градусов тепла нам очень тепло хорошо недавно пару недель назад может мы как-то с камилой иногда синхронизируемся знаете мыслями и камила говорит блин новости на же точно тихо техас наш родной дом сорвала у меня с языка да и уже знаете как то тоже мы разговаривали про этот год и те события которые происходили до августа они как-то только смазаны были все то есть какие-то были такие точки от правды ну то есть медкомиссия наверное в марте потом да твой день рождения потом медкомиссия потом виза виза потом как-то лето пролетела и потом оп и мы уже здесь и вот с того момента уже как мы оказались здесь вот уже тогда скажем так стартанул для нас ну по крайней мере по воспоминаниям да мы помним все что было в каждом из месяцев что хотелось бы еще мне сказать по поводу того страшно ли нам было переезжать я уже кажется об этом писал в инстаграме я об этом уже кратко говорил это ничего страшного здесь нету и у меня даже в голове не помещалась мысль то есть каким образом я должен чего-то бояться да и у меня как и у всех вас наверно есть какие-то такие вещи в голове которые кажутся очевидными но как оказывается иногда эти вещи не настолько очевидны для всех поэтому мне всегда хотелось переехать америка это была одна из таких вещей одна из таких стран которых приоритетных до мечтать было страшно сюда переехать поэтому подводя еще раз черту это главное событие и никаких страхов никаких сожалений никаких добав что-нибудь добавь сюда синонимов вообще ничего просто вот абсолютно спокойно взяли и переехали и с первого дня буквально наверное ну может со второго почувствовали что здесь наш ну как минимум второй дом вот на данный момент надо надо на тот этап это был наш второй дом сейчас конечно же уже есть и с каждым днем оно все больше приходит понимание что мы живем дома да а где-то там ну когда-то жили в другом нашем доме ну ничего страшно дом это там где мы находимся там где нам хорошо вот и хотелось бы чтобы у вас и в принципе у тех кто хочет этого рано или поздно было так что приходило понимание вот этой полной гармонии полного счастья ежедневного потому что безусловно если сравнивать например август и декабрь то мы как бы привыкли здесь жить мы на многие вещи смотрим уже не такими широко раскрытыми глазами как это было изначально но тем не менее когда и вот едешь по шоссе там я не знаю слушаешь музыку ловишь себя на мысли где я нахожусь как здесь хорошо даже когда я еду с ночной смены домой то есть все это это все настолько в радость настолько хорошо и вот того же самого я вам искренне от души желаю потому что это прекрасное ощущение это нельзя передать словами я думаю каждый из вас его испытывал поэтому много говорить здесь не нужно но я уже и так много сказал да вот сегодня смотрите у меня такая это как перед новым годом как как прямо нужно мне попалась замечательного цвета и тут все тоже много черной серой одежды вот желтенькая с надписью мечтатель daydreamer просто шикарно это то что мне нужно это то тут девиз я не знаю или то слово слово 2019 это будет слово 2019 года это отлично мне подходит слово вот под ним и весь следующий год будем жить и вам опять же того же самого желаю из таких еще приятных новостей которые за последнее время появились камила за мы здесь живем с октября месяца и вот за два месяца камила себя здесь поставила самой настоящей хозяйкой все тут разбрасывают вещи помыли ой господи поели все поставили там в раковину разбросали ну в общем камила всех гоняла 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 начала следить за тем чтобы почта там вовремя забиралась тем чтобы все стояло на своих местах чтобы все после того как закончили там свои дела будь то еда там или просмотр телевизора что все ставили на место в общем камилу назначили официальным в общем хозяйка этого дома настолько в восторге от камилы что появился человек который тут за всеми следит и раздает всем таких сладеньких поджопников вот что назначила и официальной хозяйкой дома мы получили снижение нашей аренды и теперь на 200 долларов нам снизили аренду и теперь мы по американским меркам по остинский меры по любым меркам живем за очень хорошую цену очень хорошем доме мы приехали комнату которая раза наверное в три больше чем наша предыдущая вот с огромным гардеробом теперь у нас такая знаете мама все беспокоится за три дня последних спросила меня четыре раза привет мама вы наверное теперь больше из комнаты не выходите а потому что комната большая кровать в ней большая мы поставили прямо перед кроватью телевизор в общем у нас теперь все домашнее ну нет на самом деле нам он просто попался случайно но не случайно вот и решили почему бы и нет зачем нам шуметь в общей комнате пусть он будет тем более можно повторять сто раз я люблю эту страну здесь на него заработать очень легко и как я уже упоминал ранее вещи техника это те вещи на которые мало обращают внимание то есть на этом акцентировать внимание не стоит это все ерунда это все мелочи мы сейчас будем концентрироваться на более других вещах шмотки техника это мелочевка по поводу еще хотелось бы сказать такой вещи знаете я когда переезжал я был воодушевлен я очень воодушевлен я до сих пор остаюсь воодушевленным но одно из главных моих не то чтобы ошибок ну недочетов назовем их так у меня там не было каких-то знаете конкретных планов но они были в общем каким-то образом у меня в голове представлены но вот за последние пять месяцев я очень четко сформулировал внутри себя в голове я очень четко теперь перенес это на бумагу у меня есть еще время чтобы сделать это еще более структурированно и осознанно надо обязательно я вам всем советую делать точно так же потому что у меня есть положительный опыт этого когда ты делаешь шаг за шагом и у тебя есть какая-то определенная цель то очень легко к этому прийти скажем так нелегко но с виду это очень простая вещь я такую фразу услышал просто но нелегко вот это тот самый случай поэтому сейчас у нас на следующий год выстроены планы мы будем стараться и точнее не будем стараться прямо вот завтрашнего дня мы начнем эти планы восполнять воплощать в жизнь да и вообще у нас будет все еще лучше потому что спасибо америке здесь даже если у тебя нет вообще никаких планов и царя в голове в общем все равно ты здесь не пропадешь ну а если у тебя есть четкий план действий если у тебя есть четкие мечты четкие цели желания то флаг тебе в руки америка ставит тебе все условия предоставляет все условия до этого и это одна из тоже тех вещей которые я хотел бы вам пожелать что нужно четко знать или понимать а если не знаешь и не понимаешь что постараться сесть и придумать чего ты хочешь как ты хочешь и желательно что тебе для этого нужно что тебя для этого мешает и как ты с этим мешает можешь справишься сможешь справиться мы сделали это я собой доволен камила тоже собой довольна ты довольна собой главное чтобы платить да мы не будем конкретно рассказывать там шаг за шагом но общую концепцию я думаю вы поняли я опять 10 минут рассказываю что тебе есть что сказать я нашла работу это же об этом забыл сказать да с конца января я выхожу на работу я думаю что мы об этом расскажем потом о поиске потому что у меня было параллельно несколько собеседований в несколько компаний не будет о процессе немножко дальше уже когда устроюсь когда уже похожу недельку даже все расскажу главное на самом деле быть верить себя быть счастливыми делать каждый день то что делает вас счастливым или то что сделает вас счастливым будущем вот доверяйте себе все что не складывается все всегда складывается в лучшую сторону как бы там ни было вот решение которое вы принимаете не жалейте о них если вы приняли какое-то решение значит тот момент когда вы его принимали вы считали это решение правильным вот и наверное любите друг друга уважайте друг друга благодарите своих близких благодарите себя за то что вы такой лапусечка котичек зайчик и и вообще тут я хотел бы добавить да потому что по поводу благодарности по поводу любви окружающих это знаете может немножко если бы я это слушал например год назад от кого-нибудь кто переехал также это звучало бы очень наивно но не то чтобы наивно но странно но вот здесь вот такая среда мы сейчас находимся в такой среде где действительно люди с уважением относятся друг другу они находятся в доброжелательной среде и это очень сильно помогает в принципе тебе лично то что ты находишься постоянно в таком вот окружении ну в общем столкнулся с такой вещью что знаете есть фраза когда ты сидишь вот здесь вот мы сидим сейчас в америке и рассуждаем о выходе из зоны комфорта я столкнулся с тем что люди не всегда готовы даже если у них хоть есть какой-то минимальный шанс на то чтобы выйти из этой зоны комфорта они не всегда готовы из нее выйти даже находясь в данный момент не в очень хорошем положении то есть фактически выражаясь им особо это терять нечего вот как у нас когда мы переезжали все люди большинство людей которые нас окружало они считали что мы очень много теряем в украине то есть у нас квартиры были там работы хорошие были родственники все все в порядке окружение да друзья как бы все хорошо да и в общем все были настолько удивлены не все а вот все все кто был удивлен они настолько прямо не понимали как можно это все бросать и куда-то в пустое место ехать они даже не удивлялись не тому как можно бросать как мы спокойно так к этому относимся потому что но джейнг очень переживал что я буду против там переезда потому что ну я очень любила свою работу и дом и родители как бы все-все вот рядышком и очень близко там с родителями вот но я понимала что я хочу лучшего будущего для своих будущих детей даст бог то есть я хочу лучшего будущего для своих родителей потому что я глубоко убеждена что здесь я смогу больше сделать для них там не говоря о том что невозможность там перевести и так далее вот и поэтому действительно все удивлялись больше тому что мы не переживаем по поводу переезда ну вот вообще потому что здесь круто и я доволен очень доволен в общем я думаю у меня на лице все написано да и я не притворяюсь я не в образе давайте подытожим и в двух словах наверное скажем что не бойтесь это наверное боритесь со своими страхами смотрите им в глаза думаете почему вы этого боитесь как вы можете на это повлиять что будет если это случится потому что как правило если что-то уже случается мы же этого не боимся вот подумайте что будет если это случится если ничего жизнь продолжится и просто будет что-то другое замечательно не бойтесь этого вот меня в данный момент очень сильно пугает мысль о том что было бы если бы я не переехал вот прямо вот и вот этого боюсь Но как бы мы уже переехали, это я боюсь такой вещи гипотетической, оглядываясь назад. А смотря вперед, ну я не знаю чего, ничего, все нормально. Для каждой боязни есть пошаговые действия. Поэтому, ребята, мы вам всем не будем желать стандартных вещей, о которых я сказал в начале. А пожелаю вам то же, как я упомянул в начале. Пожалуйста, узнайте, чего вы хотите в следующем году и сделайте план действий о том, как этого достичь. Пишите не цели, пишите решения. Да. Мы вас всех обнимаем, родителей обнимаем очень сильно, друзей обнимаем очень сильно. Всем удачи в следующем году. Всех с Новым годом. Мы вас любим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok